Друзья, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон, офицер армии обороны Израиля, бывший сотрудник израильских спецслужб, военный историк. Григорий Тамар сегодня с нами. Господин Тамар, здравствуйте. Спасибо, что нашли время в такое сложное время. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно, господин Тамар. Друзья, кстати, ссылку на YouTube-канал Григория Тамары найдете в описании. Также не забывайте подписываться Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона, для того, чтобы ничего не пропускать. Ну и лайк этой беседе поставьте, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний диалог, потому что начать хотел бы с абсолютно ужасающего цинизма. Вот, значит, представитель страны-террористки ООН, в России ООН, Небензя, значит, выступил и заявил, что, внимание, Израиль не имеет права на самооборону, так как Израиль это государство-оккупант. Говорит, право Израиля на обеспечение своей безопасности, цитирую, может быть реализовано только в случае справедливого решения палестинской проблемы. Россия, страна-оккупант, утверждает, что Израиль не имеет права на оборону, так как Израиль это страна-оккупант. Ну вот, кроме как цинизмом, я назвать это никак не могу, в Израиле уже отреагировали, говорит, что Россия это последняя страна, которую Израиль будет в этом плане слушать, потому что Россия сама оккупировала часть Украины и пытается отвлечь проблему, отвлечь внимание от войны, которая происходит в Европе. В целом, господин Тамар, не знаю, вряд ли смотрит Небензия, конечно, нас, но нашим зрителям, уверен, ваше мнение по поводу его выступления будет очень интересно. Ну, раз мы начали с ваших зрителей, то начать я хочу свой рассказ с того, что я хочу передать привет из Иерусалима, из вечного города, всем гражданам свободолюбивой, вольной Украины и пожеланий скорейшей победы над врагом. Это первое. Я благодарю вас, господин Тамар, позвольте сразу просто сказать, что под каждым нашим с вами интервью, особенно за время войны на Ближнем Востоке, которую развязали руками террористов Хамас, наши зрители пишут огромное количество пожеланий сил, слова поддержки израильскому народу, поэтому знайте, что наши мысли не только с украинскими защитниками, но и с теми, кто борется за право на собственное существование на территории Израиля. Спасибо большое. И я развиваю эту мысль, хочу сказать следующее. Когда началась агрессия России против Украины, я и люди, подобные мне, которых очень много, которые проживают в Израиле без относительно, где они родились, откуда они родом, и, кстати, далеко не все из них вообще даже владеют русскими или украинскими языками. Просто израильтяне, другие выражали огромную поддержку, солидарность народу Украины не только на словах, но и оказывая посильную материальную иную помощь, которая выражалась в каких-то действиях и так далее. Когда началась сейчас война у нас, а это произошло ровно четыре недели назад, мы ощутили невероятный прилив сочувствия и сострадания со стороны граждан Украины, и я хочу вам сказать, не было раньше такого. Не было раньше такого. И, безусловно, народ Украины оценил позицию честных израильтян, и, безусловно, общая беда, она всегда сближает людей. Так и устроена наша психика человеческая. Поэтому, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, есть такая пословица. Давайте пытаться, оказавшись в беде каждой по-своему, из этой беды выйти сильнее, чем мы были. А сила, она черпается из разных источников, в том числе и из единения. И вот я хочу, чтобы наши народы встали на путь единения подлинного. И я сейчас не говорю про наше правительство, потому что настоящее единение – это не какие-то там подписанные договоры и соглашения, а это, прежде всего, общность духа народа. И с низов в демократических государствах обычно происходят самые важные перемены к лучшему. Так что вот немножко мы отвлеклись, теперь повернемся к нашей любимой, дорогой, драгоценной Российской Федерации, которую мы любим просто с утра до вечера, не переставая. Вот вы знаете, я недавно смотрел «Соловьева». Ну, как бы человек в здравом уме может смотреть эти передачи только по службе, ну, по работе, да. Я раз в неделю, как минимум, смотрю «Соловьева». Ну, вы, наверное, слышали последние, не знаю, насколько вы следите за этими перлами информационного, так сказать, искусства. Ну, там был скандал знаменитый сначала между Сатановским и Соловьевым, там его этой кодлой, потом Кедми, ну, все-таки какой он никакой, его там, наверное, нету ни одного честного украинца, который не захотел бы, так сказать, в его сторону плюнуть, но в любом случае он израильские офицеры, за Израиль воевал, и, конечно, ну, он по поводу Израиля, Хамаса сказал то, что он сказал, так его там осмеивали, рот ему затыкали и все такое. Так вот там один из деятелей сказал фразу потрясающую, что, дескать, все наши проблемы на Ближнем Востоке, все вот это кровопролитие, оно потому, что англосаксы, они все время вмешиваются в местную, вот, так сказать, политическую кухню и сеют раздор между евреями и арабами, а если бы не англосаксы, то мы бы давно договорились с арабами. И это говорит человек, ну, то есть Россия говорит, что она правоприемница Советского Союза. При этом очень интересно, они это говорят только, когда им выгодно. Это говорит человек, да, вот, ну, Советский Союз, просто чтобы мы понимали, вклад Советского Союза в степень вот вражды, ненависти, войны, кровопролития, которая здесь происходила вот в 20-м веке. Израиль пошел на Синайскую кампанию в 56-м году, в том числе потому, и это был один из важнейших, так сказать, триггеров, что Советский Союз с 55-го года начал поставки самых новейших видов оружия на тот момент Египту, что абсолютно ломало баланс сил. 67-й год, война шестидневная, ее архитектором был Советский Союз и Советский Генштаб. После того, как израильские войска надрали задницу советским воякам, значит, началась война на истощение, которую некоторые военные эксперты называют Советско-Израильской войной. И только на территории Синайского полуострова за четыре года погибло от израильского огня более 200 советских офицеров. Потом война 73-го года, которая полностью проектировала Советским Союзом как реванш за поражение в 67-м году. Тоже им надрали задницу израильские военные, израильский народ. То есть, и вот этот человек говорит, вот из этой страны, что оказывается англосакс это... То есть, американцы за уши притащили израильтян и египтян, чтобы они подписали мирный договор в 77-м году. Проплатили Египту, построили новую столицу, по сути, за это. Но нет, англосаксы виноваты. А Советский Союз, он белый и пушистый. И сейчас, как говорится, как пел Высоцкий, мы стоим за делом мира, мы готовимся... А, нет, прошу, не Высоцкий, это Галич пел. Мы стоим за делом мира, мы готовимся к войне. Так вот, Российская Федерация, потому что у нас ум, честь и совесть нашей эпохи, то есть государство, которое запятнало мундиры своих офицеров актами геноцида. Я вот вам хочу сказать, я очень много лет назад, когда я был рядовым в израильской армии, пережил попытку линча. Меня чуть не разовывали на куски палестинские мирные граждане. Я хочу просто объяснить, при каких обстоятельствах это произошло. Мы везли с водителем в огромной военной цистерне воду в палестинскую деревню, потому что там были проблемы с водоснабжением. И когда мы залили им воды, вот, как бы, возвращаясь назад, мы попали в эту цитацию. То есть мы их снабжали пресной водой. Это вот израильская военщина, которая, значит, совершает все мыслимые и немыслимые военные преступления. С окрестностей Иерусалима, с окраин, вернее, прошу прощения, открывается вид, если правильную позицию выбрать, на пригороды Рамалы, которая обошла небоскребами с шикарными квартирами, где цены на жилье практически такие же, как в Иерусалиме, а в Израиле одна из самых дорогих недвижимости в мире, так Рамала, которая, ну, декларирует, так сказать, непримиримую с нами войну, но по факту с нами не ведет военных действий, это палестинская автономия сегодняшняя, там прирост национального валового продукта 10% годовых. Так, это попранная сионистским, значит, штыком, вот бедная несчастная Палестина. Так, что мешало сектору Газа и Хамасу точно так же выбрать такое? Они, если бы с нами не воевали, там бы был второй Гонконг. Это ж побережье Средиземного моря, это ж Клондайк. Египтяне, почему появился Шарма-Шейх у Египта? Израиль отвоевал в шестидневную войну у Египта Синайский полуостров. Израильтяне увидели, что там происходит, построили там курорт. Египтяне получили назад Синай через 10 лет по мирному договору. Они говорили, о, курорт появился за 10 лет, ну давайте его развивать. Вот так появился Шарма-Шейх. А что Газе мешало так же? Но виноваты англосаксы. Россия не виновата ни в чем. То, что Россия, я вот помню очень хорошо эту историю, у нас же в 2005 году начались новые, новый этап взаимоотношений с Российской Федерацией. Еще, кстати, между прочим, это началось не при нашем замечательном, в кавычках, премьер-министре Бенемине Натаньяу, это еще при Ольберте началось, до него там был премьер-министр. И вот приехал сюда к нам Путин в Иерусалим, и, значит, там договоры какие-то подписывались, все. Потом 2006 год, Вторая Ливанская война, входят наши танки на территорию Ливана и в упор их расстреливают из российских корнетов. Израиль говорит, как же, вы же обещали не продавать Хизбалле корнеты. А Путин говорит, а мы не передавали, это мы вот сирийской армии, наверное, со складов украли или военторги купили. Но мы же знаем с вами, что корнеты, основное место их, так сказать, распространения, это военторги, это уже вот граждане Украины знают, и это даже аксиома. Поэтому, смотрите, можно на эту тему много смеяться и шутить, но важно понимать следующее. Вот гражданам Украины сегодня это очень, я сейчас на полном серьезе говорю, это очень хорошо понятно. Вот за последние 10 лет по поводу Украины из российских телевизоров не было сказано ни одного слова правды. Вы и украфашисты, и жидобендеровцы, и, значит, президент у вас наркоман, и радиоактивных уток вы разводите, и боевых коваров вы, значит, культивируете, и логические лаборатории покрыли, значит, страшной сетью всю территорию Украины и так далее. Значит, из этого мы следуем, ну, следует прямой привод, что ни одного слова правды про Украину не сказано. Да, это же, ну, понятно любому здравомысливающему человеку. Вот так же граждане Украины должны понимать, что ни одного слова правды палестинской пропагандой и российской пропагандой, потому что это одна пропаганда, они учились в подвалах Лубянки в 60-е и 70-е годы по одним методичкам, не сказано про Израиль ни одного слова правды. Никаких трех тысяч палестинских детей нету убитых там и в помине. Никаких десятков тысяч мирных граждан там нету убитых. Израиль ушел с территории сектора газа почти 20 лет назад, он ничего там не оккупирует. Это все ложь от первого до последнего слова. То есть источники информации Министерство здравоохранения газа. То есть хамасовская структура, и мы берем информацию, да, из структуры, которая отрезает детям головы, а других детей запекает заживо в духовках, и мы исходим из предпосылки, что они скажут правду по поводу своих погибших. Но это же бред. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Теперь я вам хочу сказать следующее. Есть невероятная переоценка происходящего в Украине со стороны израильских элит. И когда я говорю слово элиты, я не имею в виду Бенемина Натаньяу, который политический труп. И я не имею в виду его кодлу, его приспешников, подхалимов и задолизов, которым не грех перевести с русского, что родина – это не жопа президента, или премьер-министр, тут не важно. А я имею в виду элиты интеллектуальные, элиты общественные и элиты, которые формируют общественное мнение. Это журналисты, это профессура, это интеллектуалы, это деятели искусств, писатели. Я очень много слушаю израильское радио и смотрю новостные программы израильского телевидения, но опять же, как говорится, по службе. Ну а радио я в машине, из машины не вылезаю в течение дней, езжу. Такого переосмысления происходящего между Украиной и Россией я не наблюдал. То есть если раньше, ну да, агрессия, ну да, Россия напала, ну мы понимаем, да, вот мужественный народ Украины сопротивляется, мы сочувствуем. У нас общий большой вот союзник за океаном, да, вот он поддерживает Украину, поддерживает Израиль, американцы, да, мы все понимаем, сочувствуем, да, мы соберем гуманитарную помощь, мы пошлем, мы, значит, будем сопереживать и так далее. Сейчас совершенно другие мысли транслируются. Что мы должны выступать единым фронтом, что главный наш враг сидит в Кремле, и если Хизбалла — это прокси Ирана, то Иран — это прокси Москвы. И это сейчас осмысливается израильским обществом заново. То есть те вещи, которые были очевидны людьми, для людей, которые глубоко разбирались в вопросе, сейчас становятся очевидны для широких масс израильтян. Облетели израильские войска, видеоролики записанные на украинском языке вашими бойцами, когда поднимались израильские и украинские флаги, когда на украинском языке ваши спецназовцы записывали слова приветствия израильским коллегам. Это всё не проходит даром. Вы знаете, когда началась война, я сейчас никакую военную тайну не расскажу, это уже сегодня почти официальная информация, которая в израильских газетах печаталась. Когда началась война, вскоре после начала войны начались постоянные консультации между офицерами Израиля и офицерами Украины на территории третьих стран. В основном была Польша и Чехия. Начались консультации сначала с военных медиков, а потом это очень быстро распространилось на другие родовойск, такие как войска связи, войска противоводушной обороны, инженерные войска, службы тыла, вот такого плана. Я вам просто спектр, так сказать. Ну и то, что... Это то, что можно сказать. А то, что нельзя сказать, я не скажу. Когда у нас поменялось правительство, чуть меньше года назад, эти консультации прекратились. Это уже наш премьер-министр гордился особыми отношениями с Владимиром Владимировичем. Это мне напоминает, знаете, как аквалангист плавает где-то, и там акула тусуется где-то на глубоководе, и вот у него с ней особые отношения выстроились. Так вот, я очень надеюсь, что у нас скоро правительство поменяется. И будут пересмотрены аспекты сотрудничества между нашими странами. И если поначалу, в начале войны вы должны были у нас учиться, то сейчас, после того, как у вас накоплен практически двухгодичный опыт крупномасштабной континентальной войны, я думаю, что речь будет идти не о том, что вы будете у нас учиться, а о том, что будет обмен опытом, взаимовыгодный, который будет обогащать квалификацию повышать обеих сторон. И это необходимо, это же напрашивается, но это же понятно. Ведь вам же надо создавать современные ВВС. Вы не знаете, как это делать. А мы не знаем, что такое крупномасштабные боевые действия с вовлечением крупных масс войск. Мы этого не делали 50 лет, 73-го года. И тогда у нас нету такого опыта разминирования, как есть у вас сегодня. А у вас нету такого опыта внедрения систем управления огнем и координации родов войск. Но это же азбука военная. И вот это должно быть осознанно, должен быть полностью переформатирован фундамент военно-политического сотрудничества между нашими странами. И для того, чтобы это произошло, это может в демократическом обществе произойти только, если мы с вами будем формировать подобную повестку новостную в наших странах, среди наших народов. Я с вами абсолютно согласен, господин Тамар. И вот знаете, тут если мы говорим о единении народов, хоть и при нынешнем правительстве израильском, однако появилась новость о том, что Владимир Зеленский вероятно прибудет с визитом к вам на следующей неделе. Об этом пишет The Times of Israel. И нашим зрителям просто в двух словах напомню, что и в начале войны собирался свою солидарность высказать президент Украины. Тогда попросили в Израиле его подождать немного, как сообщали в украинском министерстве за иностранных дел. Теперь вот, значит, встреча должна состояться на следующей неделе, возможно, даже уже в понедельник. И вот, как пишут американские уже СМИ, эта встреча должна показать в первую очередь американскому конгрессу, что Израиль и Украина в одной лодке. И вот это вот единение, как раз, которое продемонстрирует Владимир Зеленский своим визитом, должно стать такой отправной точкой для дальнейшей комплексной финансовой поддержки со стороны Америки и для Украины, и для Израиля, которая нынче говорит и которую добивается Джо Байден. Ну а также, вот мне понравилась цитата, объединить фронт Украины, Израиля, Европы и США против фронта ОСИ, Россия, Иран. В целом, насколько это реально, господин Томарин? Это, во-первых, более чем реально. Во-вторых, я вам хочу сказать следующее. Я поначалу был в неком недоумении, почему по поводу визита Зеленского там, как бы, наши, наш эстеблишмент, ну, так сказать, дал заднюю, как бы, да, но, во-первых, поначалу было непонятно совершенно, это утка информационная, или это на самом деле было. Сначала ваш посол это отрицал, потом вроде бы от вашего МИДа было подтверждение. Короче говоря, была туманная какая-то история, но, вы знаете, я вам хочу сказать, может быть, это и к лучшему, что он прибудет сейчас, после того, как война уже месяц длится. Извините, господин Томар, а вы сейчас уже, ну, вот у вас есть понимание, почему тогда попросили подождать? Это связано, например, с тем, что там переживали за реакцию, например, Кремля? Не исключено. Вы знаете, не исключено. Я могу здесь только предполагать. Могу просто подумать, что наш премьер, ну, действительно, я к ним очень плохо отношусь, но все-таки он премьер, он мой премьер-министр, то есть у меня другого нет, страна демократическая, может, он просто занят был, ну, действительно. Я не знаю, но я вам хочу сказать, вот сейчас, когда уже почти месяц идет война и накопилось очень много материала рабочего, сейчас такая встреча, мне кажется, будет иметь намного больше практических результатов. И сейчас можно говорить, смотрите, ну, уже, ну, ну, что тут, ну, это же школьнику понятно, ну, Россия использует оружие и боеприпасы, которые он получает из Ирака, там, шахеды знаменитые. Мы воюем с Хизбаллой, мы с ней воюем, то, что там не идет война на самом высоком градусе, так сказать, возможного, это отдельный вопрос. Послушайте, у нас там несколько человек погибших, и Хизбалла признала за месяц, 50 погибших, это Хизбалла признала, умножайте это на 5. Давайте, господин Тамар, Ахизбалле хотел отдельно поговорить, мы сейчас просто пойдем. Так вот, я к чему это говорю, что из одной, так сказать, лоханки черпаются эти боеприпасы и оружие. Ну, понятно, что наш враг сидит в Тегеране, и ваш, и наш, но Тегеран-то это тоже не свободный, так сказать, игрок, это же все взаимосвязано, и вот формируется такая, значит, я об этом, кстати, очень давно говорю, такая тесная компания дружная, значит, это у нас Владимир Владимирович наш, значит, сидит в Москве, в Кремле, батька у вас картофельный на северных границах, навис над вами, его давно уже пора подвесить в другой позиции, на благо белорусскому народу, значит, Северная Корея, Иран, кого-то я забыл, каких-то еще там, а, ну вот у нас, кстати, Йемен нам войну объявил, Алжир нам войну объявил, ну вы понимаете, что все беды Алжира и Йемена, они из-за Израиля, до Йемена у нас расстояние 2000 километров, до Алжира 3, ну неважно, как-нибудь отобьемся, так вот сейчас совершенно очевидно становится, и я вам больше скажу, вот смотрите, как интересно, вот англосаксы, вот эти вот исчадья ада, по версии России, это вот главная, значит, беда, вот от них вся, вот началась война, что бы было, если бы Британия не встала бы стеной рядом с вами на пути кремлевских танков, мы не знаем, как бы, ну ничего хорошего бы не было, да, британцы повели себя невероятно последовательно и сформировали эту ось антипутинскую, значит, почти два года назад, остальная Европа вынуждена была раньше, позже, криво, косо, но выстроиться в этот фарватер антипутин, я не беру такие страны, как Венгрия, которые там отдельно, я говорю в целом, я говорю про страны, которые там влияют на что-то, что там решают, и опять же, я не беру такие страны, как страны Балтии и Польши, в которых были совершенно другие интересы и причины, и я беру вот мейнстрим там Англия, не Англия, в прошлом, не Франция, Германия, там Италия, вот такие страны, да, и у нас произошло то же самое, но у нас, правда, американцы, ну понятно, у вас все-таки ваши главные союзники британцы, у нас американцы, но это и те, и другие англосанцы, значит, американцы через несколько часов после того, как это произошло, четко обозначили, вот кто с кем, кто куда, кто почем, что там, что, и нам стало намного спокойнее, не в военном отношении, мы справимся в военном отношении, но мы без американской политической поддержки, мы не способны вести такое, это чтобы четко было понятно, вот всем, и когда англосаксы, да, и когда прислали, между прочим, сюда войска, то есть авианосные группы, когда американские пошли в наши края, к ним присоединилась британская эскадра, и вот когда англосаксы, эти злополучные, эти ужасные, демоны, значит, англосаксы, встали вместе с Израилем в этой борьбе, тогда и весь остальной демократический мир вынужден был так или иначе привокоса, пусть там Франция, там тоже позволяет все такие недопустимые совершенно вещи, ну, такие страны, как Германия, такие страны, как Италия, Чехия заняла совершенно произраильскую, неожиданную для нас, это для нас очень приятно, и, кстати, Чехия в вашем отношении была одной из важнейших стран поддержки, так что оно вырисовывается, понимаете, ну, как вам объяснить, вот между нами и Европой есть масса противоречий, масса противоречий, но вот когда приходит вот этот час, Х, когда у тебя нету вариантов, ты либо туда, либо сюда, вот как ты там, это как вот когда-то была война в Испании, у тебя не было, ты либо был с фашистами, либо с интернациональными бригадами, то же самое сейчас происходит в мире, мы же с вами живем, переживаем третью мировую гибридную войну, по доктрине нашего всеми горячо любимого генерала Герасиева, вот, так что тут вариантов нет, либо победа, либо смерть. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп, это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Давайте вот теперь как раз поговорим еще о тех, кто желает Израилю смерти. Есть информационный повод. Вот о Хизбалле вы вспомнили, как я понимаю, в Израиле, с определенной тревогой, ну, по крайней мере, вот я видел в Фейсбуке своих френдов, так сказать, люди писали в ожидании обращения главы Хизбаллы, этого шейха Насролы, вот, потому что истекало время, которое, окей, Хизбалла давала силам обороны Израиля для того, чтобы, значит, прекратить огонь в секторе Газы. Кстати, мне очень понравилось сравнение, что шейх Насролла, он, в общем-то, его можно называть двойником Путина, потому что в целом очень большие параллели можно провести, тоже руководить террористической организацией, тоже живет в бункере, вот, поэтому параллельно напрашиваются. Ну и вот, значит, Насролла неожиданно заявил, он ролики выпускал, типа, анонсируя свое обращение, ракеты какие-то летели, там были какие-то фразы о судном, не, в итоге, на самом деле, ничего неожиданного он-то и не сказал. Заявил, что на 100% то, что сейчас происходит террористическая атака против Израиля, которая была 7 октября, она была исключительно палестинской операцией, свои действия с Ливаном Хамас никак не координировал, и открытие, ну, давайте так, такого полномасштабного второго фронта, да, о котором мы говорили с вами и ранее, не произошло, опять-таки. Насролла говорит, что второй фронт, мол, и так открыт, у нас там тоже погибают, значит, наши какие-то там боевики, но он как-то по-другому это называет, неважно. Но суть в том, что вот полномасштабно действительно там не объявить войну, то есть вот вторгнуться или там попытаться атаковать Израиль, никаких вот слов по поводу этого не было. Как считаете, почему, господин Тамар, и как, и в целом, чего вы, возможно, ожидали от этого обращения, потому что, я говорю, была ли какая-то тревога, потому что, насколько я понимаю, это могло бы существенно осложнить атаку со стороны Хизбаллы, ну, если бы они ударили в свое время вместе с Хамасом, это вообще, наверное, было бы очень тяжело, но если бы они сейчас активно включились в эту войну, насколько могла бы усугубиться ситуация? не с Путиным, а с Медведевым, потому что, по сути, Насралла сказал свою речь в парадигме того, что сказал когда-то Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вот, так что это, по сути, что он сказал Хамасу, да? Я сейчас скажу вам, может быть, парадоксальную, это подчеркиваю исключительно моя мысль, моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Хизбалла является для Израиля страшной угрозой. которая может нанести нашим тылам огромный ущерб. Потому что ракетный потенциал Хизбаллы превышает ракетный потенциал Российской Федерации. Чтобы было понятно, у них там нету кинжалов, допустим, но в целом по мегатоннам, если пересчитать, я подчеркиваю, я сейчас скажу, может быть, какие-то очень циничные и такие, может быть, непонятные слова, но стратегически Израилю было бы сейчас выгодно, если бы Насрала вписался. То есть он и так вписался, но вписался бы по полному, объясню почему. Израиль, понимаете, израильтяне же, они же не такие, как советская пропаганда их рисовала, такие, значит, ястребы, которые вот столько и ждут, чтобы наброситься на палестинцев, сожрать их живыми, там и так далее. израильтяне люди, левантийские, такие с линцой, добродушные достаточно, ну, кто-то из них там с такой жуликоватой жилкой, такие вот левантийские люди, такие же, вот как есть в Греции, там, в Турции, в Италии, мы средиземноморский народ. Сказать, что мы там мечтаем с утра до вечера начать войну, и они любят сидеть с бокалом пива вечером, наблюдать закат в Средиземном море, есть оливки и разговаривать про футбол. Но если израильское общество встало перед необходимостью смертельной войны, то вы мало найдете народов в мире, которые способны на такое единение национальное, такое проявление героизма, взаимопомощи и самоотверженности и куда девалась эта лень и жуликоватость и все, и люди там. Я знаю историю, вот буквально вчера один отставной генерал из кармана достал 10 тысяч евро, дал семье, которая эвакуирована, чтобы они могли перекрутиться как-то, потому что у них дом сожгли, а глава семейства ушел в арк. Своих денег дал, я не буду называть имя этого человека, он очень хотел остаться инкогнито, я буду уважать, буквально. Я лично знаю это историю. И таких случаев их, вы не представляете сколько, героизм, самопожертвование, люди волонтерят, вот то же самое, что у вас было впервые. И теперь я к чему это веду? Израиль не может вести войну, не в состоянии вести войну, которая по своей сути захватничается. Он не может вести войну в тот момент, когда в обществе нет стопроцентного понимания, что это была без выбора война. Если Израиль оказывался в таких ситуациях, то эти воины шли криво косо всегда. Поэтому, если бы сейчас Избала ударила бы во все оружие по израильской территории, сейчас, когда у нас больше полумиллиона штыков, и только треть из них необходимо использовать на юге, мы могли бы решить стратегическую угрозу на север. потому что просто так собрать армию и послать ее на Ливан, ни один премьер-министр, это просто парламент не одобрит и народ его сбросит. Просто так, потому что решили, что такая сложная ситуация. Только когда приперты к стенке, только когда угрожает смертельная опасность. И тогда израильские солдаты показывают чудеса героизма и персонализма, и тогда израильское общество сплачивается как один человек. И сейчас, конечно же, когда у нас такая мощная поддержка от наших союзников, когда у нас такая собрана армия, такой ударный кулак, это было бы Израилю выгодно сейчас решить эту проблему. Несмотря на то, что наши пылы, конечно, понесли бы большие очень потери. Понятно, что тысячи ракет, и у нас железный купол, и хэдс, и все, что хотите, но я всегда говорил о том, что ПВО не может на 100% никогда решить задачу, это все равно вспомогательное средство остается. Но на Сраула человек очень рациональный, этот человек очень хитрый, этот человек несопоставимо более мудрый, нежели Путин, и он прекрасно понимает мощь израильской армии, он помнит, что было, он же сказал знаменитую свою эту фразу, если бы я знал, что ждет Ливан в 2006 году, я бы не начал войну против Израиля. А сейчас будет в 10 раз хуже. Ливан просто как государство прекратит свое существование. И я подчеркиваю, Ливан это страна, с которой у Израиля с 48-го года, когда была война за независимость, в принципе, никогда не было никаких проблем. Ну, формально не было мирного договора, но Ливан это было государство, по сути, дружественное Израилю, хотя, ну, теоретически там они были с нами в состоянии войны. Это было демократическое арабское государство с развитой экономикой, с развитой банковской системой, с развитым туризмом. Там были казино, там были шикарные отели лучшие на Средиземноморье. Пока туда не приехал лучший друг Советского Союза, значит, этот кровавый сатир, этот мерзавец Ясер Арафат со своими головорезами. Это было в 70-м году, когда его пинком под зад вышвырнул из Иордании король Хусейн, против которого Арафат поднял мятеж вооруженный. И когда Арафат приехал в Ливан, он там развязал граждан. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. И с тех пор Ливан находится вот в этом состоянии турбулентности и закончилось тем, что по сути власть в стране захватила Хизбал. Взяв в заложники целое государство. И ливанцы они никогда нам нечего было делить никогда, тем более с христианской общиной тем более с друзской общиной но сейчас это государство на грани банкротства национально. Именно банкротства не экономического а концептуального. И это большая проблема. С другой стороны насрало сидит в этом Ливане с мягким климатом. Там примерно климат как в Грузии. И ест там хумус ливанский. Ливанская кухня кстати самая лучшая кухня среди арабских стран на Ближнем Востоке. Что ему там плохо? Его боевики там нежутся на пляжах. А если начнется война то все это закончится. Вместо пляжей будет выжженная земля. И хумуса он не поест больше. потому что сложно есть хумус когда тебя подвесят вниз головой. Вы кстати друзья если хотите воочию увидеть о чем говорит господин Тамар загуглите как выглядел Ливан до начала гражданской войны. Вы не отличите его по архитектуре по тому как одевались люди от таких европейских столиц. Я вот честно говоря был вообще поражен когда увидел как это выглядело а заодно можно посмотреть как выглядели иранские женщины до того как сфер Глишаха и эти религиозные фанатики не мог слово подобрать цензурное пришли там к власти. Да очень разительное отличие действительно видно. Ну мы думаю должны сделать просто выводы на фоне этих историй надеюсь все их сделаем. Я конечно мы с вами вот общаемся в шаббат и спасибо большое господин Тамаш уже регулярно в субботу находите для меня время для наших зрителей в первую очередь поэтому раз уж мы так можем имеем возможность подвести определенные итоги недели я просто с вами на финал не могу не обсудить события в России я думаю наши зрители просто не поймут этого если я вашим впечатлением не поинтересуюсь просто волна еврейских погромов в России прокатилась в итоге значит Путин ну или человек похожий на Путина собирался вещание кстати любопытно что за все свое выступление которое было посвящено еврейским погромам в России он ни разу не сказал слово еврей мне уже объясняли что это советская такая традиция избегать в позитивном ключе этого слова не знаю может у вас другие соображения сейчас просто перейдем к погроме 100% но это же он знаете как это методички которые он в молодости изучал конечно да естественно то есть еврейское еврей не употреблялось слово а если что израильская военщина для этого есть ну вот в этот раз точно так же не сказал он не произнес табуированное видимо слово однако обвинил ничего нового не сказал Путин обвинил Запад обвинил Украину в разжигании дестабилизации ситуации внутри России я кстати да я не знаю если это вдруг как-то окажется правдой что это Украина инспирировала такую волну еврейских погромов на территории России не знаю но честно говоря у нас спецслужбы тогда прям вообще на высоте если они могут помимо войны еще заниматься такого рода диверсиями на территории России ну а если серьезно да то в целом реакции как таковой мы не увидели даже Кадыров позволил себе более жесткую реакцию чем Путин и вот это тоже удивительно и здесь хотелось бы господин Тамар ну у меня вот два вопроса возникло возможно вы сможете на них помочь ответить значит первое как в полицейском государстве да где люди не могут выйти на одиночный пикет например не сразу начинают там бить дубинками бросать в автозаки может даже кто-то получить реальные сроки толпа где-то далеко от города кто непонятно как туда добралась на каких-то автобусах да ворвалась на стратегический объект аэропорт который должен быть особо защищен ну и начала творить вот то что творила абсолютно бесчинство и второй вопрос мы прекрасно помним отговорки российских оппозиционеров либералов которые говорили мы не можем выходить на митинги против войны в Украине потому что нас сразу опять-таки побьют бросят в тюрьму но почему же тогда мы не увидели ни хотя бы каких-то протестов против антисемитизма протеста против еврейских погромов за них в тюрьму не бросают не вышла еврейская община российская не вышли какие-то организации еврейские которые действуют на территории Российской Федерации просто люди не вышли против насилия хотя выйдя против этого насилия можно было бы также противопоставить себя действующему кремлевскому режиму ну во-первых все кто мог куда-то выйти в России они вышли в первую неделю войны между Россией и Украиной это были несколько десятков тысяч людей из которых каждый на сегодняшний день заплатил за это цену в лучшем случае человек был уволен с работы в худшем случае человек сидит в тюрьме или там человека покалечили и так далее то есть все кто мог куда-то выйти они уже так сказать за это поплатились и это смелые честные принципиальные люди и те из них кто сидят в тюрьме сейчас они ждут пока придут ваши войска их освободят в прямом или в переносном смысле этого слова ну а по поводу акций ну понятно что это была акция ФСБ может тогда поможете разобраться господин Тамар зачем она была нужна ну так это послушайте первая антисемитская политическая партия в мире появилась в Российской империи союз русского народа первая боевая антиеврейская дружина черная сотня появилась в Российской империи но это же старая добрая традиция ну это же известно что с антисемитизмом и сахар слаще и водка крепче но это же понятно все чего тут это смотрите я вам хочу сказать вот когда в обществе разыгрывается антисемитская карта так по крупному это происходит перед тем как политическая модель рушится посмотрите всю историческую при том иногда это происходит немедленно иногда это забирает годы но это говорит о это так сказать последний последний коз это всегда так было посмотрите историю цивилизации и с романовыми кстати так произошло поэтому я на самом деле ничего нового для меня нет я уехал из советского союза в 90-м году из сибири из города Омск спасаясь от свирепого антисемитизма вот такими словами как я говорю так оно было я не доучился несколько месяцев в училище не получил диплом то есть это не бытовой антисемитизм да бежал оттуда то есть я бежал может а мне не важно вы знаете когда тебя бьют по морде тебе не важно это бытовой антисемитизм или не бытовой антисемитизм это такая знаете можно об этом делать исследования в университете, но как-то не в тот момент, где по морде бьют. Так что тут ничего нового для меня нет. Вот. И в фашистской Украине я что-то не припомню за последние 32 года ее независимости, ни одного еврейского погрома. А вот в России это, кстати, не первый еврейский погром, если уж на то пошло. По каким-то причинам, ну, можно об этом тоже отдельно говорить, но долгое время было невыгодно разыгрывать антисемитскую карту. Наоборот, он разыгрывал еврейскую карту. Сейчас ему выгодно разыграть антисемитскую. Сейчас слово Израиль лишний раз не употребившее в России, да, потому что уже это как бы не одобряется. Поэтому тут ничего нового нету, тут все по-старому. Тут вот эти вот парадигмы государственной власти имперской, они остаются неизменными в принципе сотни лет, на сути, если уж серьезно говорить. Вот, поэтому для меня тут ничего нового нету, а то, что еврейские организации, то, что никто там, ну, это же смешно, послушайте, они же все карманы. Ну, если Гундяев офицер ФСБ, ну, вы думаете, что раввины там государственные, они другие, потому что они евреи, да нет, там любой человек, который находится, ну, в служебных отношениях с Кремлем, он все, он как бы, ну, это это, это как печать на челе. Это не важно, он там, мула или раввин, или священник православный, не важно все. Поэтому, поэтому, послушайте, я серьезно говорю, вот надо мной все там смеялись, и меня там табуретками кидали, я понимаю, что вы Россию ненавидите, но если русский народ, ваша армия не освободит, его же никто не освободит. Ну, так, если серьезно говорить. Не потому, что вы их любите, или должны любить, вы их не должны любить, вы их должны ненавидеть, но они никуда не провалятся в пропасть, они будут всегда по вашим, так сказать, восточным границам нависать над вами, и вам, ваш стратегический интерес, чтобы это была демократическая, миролюбивая страна, а не фашистская шайка, маразматиков, которые начитались там протоколов сионских мудрецов, там, и думают, что весь мир, вот он, как бы, англосаксы, дожиды, значит, его, ну, понятно, да? Ну, и тут остается только пожелать сил и поддержать вооруженные силы Украины, все силы обороны наши, которые сейчас борются с оккупантами, и действительно, в Украине очень выгодно, чтобы ситуация в России поменялась, это бы смогло пообеспечить нашу безопасность, ну, а также, друзья, вы свои слова поддержки силам обороны Израиля, израильтянам, которые пострадали от террористического акта со стороны Хамас, ну, и мы понимаем, что руками, скорее, Хамаса, теневые игроки там были значительно более крупные, в общем, друзья, я знаю, как вы поддерживаете Израиль и тех, кто сейчас противостоит агрессору, поэтому оставляйте ваши слова поддержки, вам, господин Тамар, мои личные слова поддержки, спасибо большое, что регулярно находите на нас время, наши зрители, и я лично это очень ценю. Спасибо большое за теплые слова, скажу буквально одну фразу по поводу состояния на фронте у нас, наши войска рассекли сектор газа на две составляющие, и сейчас северная часть газа, где находятся основные силы Хамаса, их инфраструктура и пункты управления, кольцо сжимается, наши войска со всех сторон их окружили, уничтожаются туннели, ведется зачистка, целенаправленное огневое поражение, идут отчаянные кровопролитные уличные бои, и наша армия профессионально, медленно, но верно делает свое. Я хочу пожелать защитникам вашей Родины хладнокровия, мужества, стойкости, терпения и победы. Спасибо за ваши слова поддержки, господин Тамар. Григорий Тамар, военный историк, офицер армии обороны Израиля, бывший сотрудник израильских спецслужб, сегодня традиционно к нам присоединялся, друзья, ссылка в описании на YouTube-канал господина Тамара, ну и лайк, пожалуйста, этой беседе поставьте, пускай большее количество людей увидит наше интервью. Спасибо, что были с нами, до новых встреч. Всего хорошего.